Здравствуйте, дорогие аграрии! Сегодня 14 марта и мы спешим рассказать вам главные новости сельского хозяйства. Французским семенам подсолнечника разрешили вернуться в Россию. Ростат подвел итоги сбора урожая. Сельхозпроизводителям посоветовали сушить сырову. Сегодня мы посмеемся и поплачем, а спонсором этого выпуска выступила компания Amritex, которая реализует органические удобрения и стимуляторы роста растений премиум-класса. Начнем обзор с новости, хорошей для аграриев и, наверное, не очень хорошей для российских селекционеров. Россельхознадзор сменил гнев на милость и позволил компаниям LIDEA и LIMAGREN поставлять в Россию семена подсолнечника со всех своих площадок во Франции. Запрет был снят 10 марта. Россельхознадзор объяснил, что получил гарантии и материалы у принятых в фитосанитарных мерах от Генерального управления по продовольствию Минсельхоза Франции. Напомним, что ввоз семян подсолнечника с площадок во Франции был запрещен с 23 сентября прошлого года в связи с выявлением карантинного объекта фомопсиса подсолнечника. Гидромедцентр поделился своей оценкой состояния озимых посевов в России. Наиболее тревожная ситуация в северных и северо-западных районах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также на востоке Северо-западного федерального округа. На этих территориях в середине декабря снежный покров превышал 30 сантиметров. Почва то оттаивала, то подмерзала, поэтому сложились условия для выпрямления озимых. В гидромедцентре указали на повышенную изреженность посевов пшеницы. Ее наблюдали в 13% проб против 2% проб годом ранее. По оценке Минсельхоза, к 3 марта в хорошем и удовлетворительном состоянии находились более 93% озимых. В южном и северо-кавказском федеральных округах в феврале температура воздуха порой опускалась до 17-23 градусов ниже нуля, но озимые в целом не пострадали. Аграрии юга могли наблюдать отмерзание листового аппарата, но оно не было критичным. Наш партнер, компания Amritex, поделилась снимками озимой пшеницы, сделанными в Целинском районе Ростовской области. Листовой аппарат был сильно поврежден, растения слабли и были склонны к инфицированию патогенами. Хозяйство применило препарат фугустим, который содержит фульвокислоты, гуминовые кислоты, а также макро- и микроэлементы. Растения крепли, быстро набрали вегетативную массу. Подробнее о составе препарата и о применении можно узнать по телефонам у специалистов Amritex. Росстат подвел окончательные итоги сбора урожая сельхозкультур в России в 2022 году. Результат такой. Зерна из зерновобовых собрано 157 млн 676 тыс. тонн, почти на 30% больше, чем годом ранее. Сбор пшеницы вырос на 37%, 104 млн 237 тыс. тонн. Ячмень плюс 30%. Рост есть также по всем крупенным культурам, кроме риса и проса. Сбор гороха составил 3 млн 600 тыс. тонн, на полмиллиона больше, чем в прошлом году. В аналитической компании ProZerno заметили, что сверхрекорд был установлен за счет роста урожайности. В среднем она составила 33,2 центнера с гектара против 25,8 центнера с гектара в прошлом году. При этом пассивная площадь увеличилась всего на 1%. В компании ProZerno также отметили, что Росстат очень резко повысил данные по урожаю подсолнечника сразу на 1 млн 870 тыс. тонн. В результате воловой сбор подсолнечника снова выходит рекордным – 16 млн 357 тыс. тонн. Радует урожай сахарные свеклы – плюс 18 с лишним процентов. По 5% роста видим на картофеле, свекле, капусты. А вот по огурцам и помидорам провал – минус 47 и минус 27% соответственно. Почему в России сократился урожай огурцов и помидоров, никто не рассказывает. Зато рекордному урожаю зерна уже нашли причину. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что успех наших аграриев стал возможен благодаря последовательной многолетней государственной поддержке отрасли, конечно, с участием парламента и конкретно депутатов Единой России. Реакцию наших подписчиков на это заявление вы можете видеть на слайдах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще одна новость в продолжении темы господдержки. Роман Некрасов, глава департамента растеневодства Минсельхоза России, заявил, что в этом году 44 сельхозпроизводителя будут лишены государственных субсидий. Причина – умышленный пал пожневных остатков. По словам чиновников, в 12 субъектах России были доказаны случаи умышленного поджога сухой растительности и 44 хозяйства, которые Минсельхоз знает в кавычках поименно, будут лишены господдержки. Роман Некрасов напомнил, что с 1 марта 2023 года все землепользователи обязаны своими активными действиями препятствовать возникновению пожаров и тушить уже возникшие возгорания. Со следующей новостью, признаюсь, мы немного опоздали, но свои актуальности она не потеряла. 28 февраля АКО «Россия» публиковал резолюцию своего 34-го съезда. В документе по традиции много внимания уделили проблемам фермеров. В частности, сказано, что затраты КФХ на технику, запчасти, СССР семена и удобрения выросли на 30-70%, а по отдельным позициям – даже вдвое. До сих пор фермеры оплачивают электроэнергию по тарифам 9-12 рублей за киловатт. Закупочные цены на зерно, масличные и овощи опустились до уровня 2017 года, а высокие экспортные пошлины приводят к неустойчивости хозяйств. При этом субсидии и льготные кредиты получают незначительная доля фермеров. В частности, для 80% крестьян субсидии на тонну реализованного зерна были недоступны. Возникла также избыточная нагрузка, связанная с внедрением цифровых систем – Сатурн, Цербер и других. В резолюции съезда АКОР содержится 37 пунктов с разными требованиями. И первый из них – отменить экспортные пошлины на зерновые культуры. Кроме того, АКОР требует выполнить перед аграриями обязательства по предоставлению субсидии – 2000 рублей на тонну зерновых культур. АКОР также просит выплачивать капексы на семейные фермы с поголовьем более 100 голов, давать капексы хозяйствам, которые построят или модернизируют маслозаводы объемом переработки от 10 000 тонн, предусмотреть гранты на убойные цеха и первичную переработку мяса, отменить для фермеров акциз на дизельное топливо и избавить КВХ от маркировки молочной продукции. С полным текстом резолюции можно ознакомиться на сайте Агробук. Пока федеральное правительство рассматривает предложение АКОР, региональные министерства решили поддержать агрария в дельными советами. Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшан Фазрахманов, например, на зональной агрономической конференции посоветовал аграриям минимизировать свои риски и налаживать выпуск продукции, которая будет востребована в ближайшие годы. А это говядина, молоко, соя и горох, а также высушенная гранулированная трава, в частности люцерна. Она очень востребована в Египте, Иране, Израиле и Китае, объясняли в Минсельхозе. А цена за тонну такого корма составляет около 25-30 тысяч рублей. Идея сушить траву кажется интересной, а вот от корм бычков все-таки выглядит рискованным. Дело в том, что за последние 5 лет доля говядины в рационе россиян уменьшилась до 9 килограммов. Для сравнения, свининые птицы мы съедаем по 15 и 25 килограммов соответственно. На это обратило внимание Национальное рейтинговое агентство. И публикацию на эту тему сделали из 200. В ассоциации компаний розничной торговли замечают, что говядину из рациона вытесняют свинина и индейка. Кроме того, в последние месяцы стал спадать спрос даже на премиальный сегмент, вроде мраморного мяса и стейков. Этот сегмент рос в последние годы, несмотря ни на что. В Национальном рейтинговом агентстве ожидают, что негативный тренд продолжится, и показатель по говядине может сократиться до 8 килограммов на человека. В известиях отмечают, что по данным Росстата на январь 2023 года розничная цена бескостной говядины составляла 662 рубля за килограмм, что на 59% выше, например, стоимости свинины. Интересно, что розничная цена на баранину ушла недалеко от стоимости говядины, но в то же время участники рынка полагают, что как раз вот это направление мясного животноводства имеет перспективы. По оценке Национального союза овцеводов, средний уровень потребления баранины в России составляет 1,4 кг на человека в год. То есть расти, по идее, еще есть куда. Президент компании AgriFood Strategies Альберт Давлеев в интервью агроинвестору привел пример индейки. За 10 лет потребление этого вида мяса выросло с 400 г до почти 3 кг на человека в год. По мере развития овцеводства технологии будут совершенствоваться, себестоимость баранины сократится, но, а значит, это мясо станет более доступным для населения. Еще одну новость подарил нам Росстат. Ведомство подсчитало, сколько удобрений использовали сельхозорганизации в прошлом году. Судя по этим данным, экономили хозяйство в основном на фосфорных удобрениях. В действующем веществе было внесено 722 тысячи тонн, что на 26 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Внесение азотных удобрений выросло на 100 тысяч тонн, калийных – почти на 30 тысяч тонн. Всего, по данным Росстата, в 2022 году сельскохозяйственные организации внесли 3 миллиона 430 тысяч тонн минеральных удобрений. При этом, по данным Минсельхоза, весь аграрный сектор, включая КФХ, приобрел в прошлом году больше 5 миллионов тонн удобрений. То есть, свыше полутора миллионов тонн удобрений использовали фермеры. Но, к сожалению, динамику по фермерским хозяйствам Росстат не представил. В 2023 году сельхозпроизводители используют уже 5,6 миллиона тонн удобрений, прогнозирует Минсельхоз. По данным Ассоциации производителей удобрений, 34% этого объема уже поставлены в хозяйство. Но нам, конечно, интересно, как обстоят дела на самом деле у вас. Поэтому, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вы обеспечены удобрениями и планируете как-то менять нормы внесения этой весной. Всю неделю в СМИ муссировалась тема зерновой сделки, которую в итоге российская сторона решила продлить, но только на 60 дней, а не на 120, как в предыдущие периоды. Дальнейшая судьба сделки, заявил замминистр иностранных дел России Сергей Вершинин, будет зависеть от реального прогресса по поставкам российской продукции. Впрочем, на протяжении уже почти 200 дней этого прогресса не происходит. МИД России две недели назад написал, что не все условия сделки соблюдаются. Цитата. Российскому сельхозэкспорту чинятся откровенные препятствия в виде банковских или транспортных ограничений. О них вы знаете. Тем не менее, после 8 месяцев бездействия российская сторона дает ООН шанс еще на 60 дней. Санкции против России, однако, чувствуют не только экспортеры сельхозпродукции, но и обычные растеневоды. Особенно ярко эти санкции проявляются в сфере поставок сельхозтехники. Несколько недель назад западные СМИ обвинили концерн КЛААС в том, что он в обход санкций возит в Россию на свою площадку в Краснодаре запрещенные детали. В результате КЛААСу пришлось даже нанять независимую юридическую компанию, которая провела расследование и установила, что правила эмбарго не были нарушены. В КЛАСе заявили, что концерн всегда действовал с целью продолжения производства зерноуборочных комбайнов в Краснодаре в соответствии с применимыми санкциями и без обхода правил эмбарго. Впрочем, в своем годовом отчете КЛАС сообщил, что в 2022 году свернул производство на заводе в Краснодаре и списывает имущество и оборудование. Поэтому на 2023 год не существует рисков, которые могли бы поставить под угрозу существование группы КЛАС или любой из ее дочерних компаний. В документе также говорится, что КЛАС признает убыток от снижения стоимости имущества в Краснодаре, который составил 40 миллионов 600 тысяч евро. И последняя забавная новость о том, какое значение для российской экономики имеют женщины. Ассоциация компаний розничной торговли подвела итоги продаж в торговых сетях в преддверии праздника 8 марта. Выручка крупных ритейлеров за неделю со 2 по 8 марта увеличилась в среднем на 30%, а покупательский трафик на 25% по сравнению со стандартной неделей в феврале. Продажи конфеты шоколада выросли в три раза, отечественных игристых вин в два раза, свежих ягод и фруктов на 70%. Продажи цветов в крупных торговых сетях выросли в трое. В первую очередь россияне покупали тюльпаны, на втором и третьем месте по популярности были розы и цветы в горшках, особенно орхидеи. 90% проданных в торговых сетях тюльпанов были выращены в России, отмечают в аккорд. Международный женский день подтвердил статус главного российского праздника, на котором не принято экономить. Так прокомментировал эти данные представитель аккорд Игорь Караваев. Так российские женщины одним только фактом своего существования толкнули экономику страны вперед. Ведь, как однажды сказал глава банка Центринвест Василий Высоков, счастье не в деньгах, а в скорости их обращения. К 8 марта эта скорость увеличилась. Но увлекаться женщинами не стоит, особенно если вы занимаетесь сельским хозяйством. Здесь очень поучительная история Гаврилы Терентьева, который работал дойером в селе Сылан в республике Якутия. Но в январе 2023 года вдруг выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. Счастливчик говорил, что не бросит сельское хозяйство. Обещал фермеру Сергею Макарову ухаживать за скотиной до весны. Но потом, как пишет комсомольская правда, дойер изменил свои планы, переехал в Якутск, влип в какие-то сомнительные отношения и, похоже, бездарно потерял половину своего выигрыша. Так что, друзья, никаких женщин. В ближайшие месяцы только поля, 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 озимые посевы, яровой сев. И, конечно, удачи вам всем в этом нелегком деле. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что там у вас с удобрениями. И будем рады новой встрече. Субтитры подогнал «Симон»!